4 ноября 1922 года почти вся мировая пресса сообщила о величайшем археологическом открытии. В Египте, в долине царей, была найдена кратница Тутанхамона, одного из самых загадочных фараонов, чья жизнь оборвалась в самом начале его царства. В истории археологии едва ли найдется событие, сопоставимое по своему значению с этой находкой. В усыпальнице, доверху набитой несметными сокровищами, стоял саркофаг с нетронутой мумией египетского фараона. Успех экспедиции Говарда Картера и лорда Карнервона был ошеломительный, однако в суматохе, царившую у входа в гробницу, никто не обратил внимания на глиняную стеллу с иероглифами. Зловещий смысл написанных на ней слов станет понятен только через некоторое время, когда череда странных смертей омрачит торжество величайшей археологической находки. Смерть на своих крыльях придет к тому, кто потревожит покой фараона. Через некоторое время это пророчество начало сбываться буквально. Не так давно РИА Новости сообщила о жительнице Южной Африки, которая, стремясь избавиться от проклятия фараона, решила вернуть Египту амулет, украденный в гробнице Тутанхамона. В письме министру культуры Египта она приводит длинный перечень несчастий, случившихся с владельцами амулета в виде скоробея, который был украден из-за хранения фараона египетским рабочим, работавшим на раскопках в 1922 году. Первым владельцем, купившим амулет в Каире, был британский моряк, который спустя некоторое время утонул при кораблекрушении. Следующие владельцы амулета также умрут при загадочных обстоятельствах. Как сообщил журналистом в Каире заместитель министра культуры шериф Аш-Шабаши, владелица решила вернуть Египту амулет при условии, что он будет вновь помещен в гробницу Тутанхамона. Предание – это не сообщение фактов. Это символическое обозначение целой цепочки явлений, которые иначе не обозначишь. Вы знаете, соприкосновение с любым захоронением опасно. Мы же ведь не знаем, что такое смерть. Может быть, ее вообще нет. Или, во всяком случае, до сих пор никакого нет на это ответа. Ноябрь 1922 года. Египет. Долина царей представляет собой удручающее зрелище. Груды щебня, кучи песка, огромные ямы, оставленные десятками археологических экспедиций. Говард Картер, английский археолог-самоучка, работает в долине уже шестой год. Он убежден, что среди тысяч разграбленных гробниц есть одна нетронутая. Он утверждает, что знает, кто в ней погребен. Фараон Тутанхамон. Мумия возрастом более трех с половиной тысяч лет. Но Картеру уже не верят. Лорд Карневон, спонсор экспедиции, истратил на поиски гробницы четверть миллиона долларов. Он сыт по горло обещаниями Картера и не собирается больше рисковать деньгами ради призрачных сокровищ фараона. Картер в отчаянии. Дело, которому он посвятил всю свою жизнь, приближается к бесславному финалу. Из дневника Говарда Картера. Началась наша последняя зима в долине. Сезон проходил за сезоном, не принося результатов. Мы вели раскопки месяцами, трудились с предельным напряжением и не находили ничего. Только археологу знакомо это чувство безнадежной подавленности. Мы уже начали мириться со своим поражением и готовились оставить долину. Еще немного денег умоляет Картер. Еще один шанс. И лорд Карнервон дает Картеру этот шанс. Экспедиция возвращается на место, где пять лет назад были начаты раскопки. По приказу Картера рабочие сносят стены бараков и убирают метровый слой щебня, находившийся под ними. На том месте, где потом гробниц Тутанхамона найдут, стояли небольшие сооружения, домики, в которых в древности жили строители царских гробниц. И тогдашний глава высшего совета по древностям отказывался сносить эти дома, которые были, в общем-то, историческими памятниками. И лишь потом, когда дали разрешение на изучение вот этого треугольника, как раз это был ноябрь 1922 года, это был долгий, трудный и целенаправленный путь, а отнюдь не просто удача, свалившаяся с неба. Древние египтяне не верили в смерть. Они уходили в вечность так, как другие отходят ко сну. И то, что 33 века лежало в этой гробнице в безмолвии и темноте, было лишь оболочкой, в то время как душа Тутанхамона, его Ка, продолжала путешествовать, но уже не по земным, а по небесным дорогам. Согласно представлениям египетских жрецов, душа фараона могла наблюдать за своей подземной усыпальницей и увидеть, как посторонние люди, вооруженные лопатами и кирками, готовятся осквернить его последнее земное пристанище. Ранним утром 4 ноября 1922 года над долиной вдруг устанавливается странная тишина. Картер немедленно мчится туда, где возле свежей ямы столпились рабочие. Он не верит своим глазам. Из-под щебня показалась первая ступенька, высеченная в скале. «Быстрее, быстрее!» – кричит Картер рабочим. «Вот еще одна ступень, вот свободна вся лестница и видна замурованная камнями дверь, а на ней печать. Микрополь с изображением шакала и девяти поверженных пленников. Это печать фараона». Она не имела практически никакой наземной структуры. Это был ход сразу вниз под земель. И неподалеку строили другую гробницу, позже уже, через несколько веков. И строительный мусор набросали на эту гробницу. Поэтому она была неприметна. 24 ноября 1922. На место раскопок прибывает лорд Карнервон. С крайней осторожностью Картер снимает печать и разбирает дверь. За дверью, уходя еще глубже в землю, тянется темный и зловещий коридор, засыпанный кусками известняка. 26 ноября 1922. В полдень из туннеля выносят последний камень и открывается вторая дверь. Дрожащими, непослушными руками Картер проделывает в двери отверстие, просовывает свечу, а вместе с ней голову. За ним, изнывая от нетерпения, стоит Карнервон. «Наступила долгая тишина», вспоминает он позднее. «А потом дрожащим голосом я спросил, «Ну, вы что-нибудь видите?» Оба позднее припомнят разные ответы. Картер объяснит, «Я только сумел выдавить из себя слова «Да, чудесные вещи!»» И позднее добавит, «Когда мои глаза начали привыкать к свету, детали комнаты медленно выступали из тумана. Странные животные, статуи и золото, повсюду блестело золото». Гробница, в которой он был в конце концов погребен, не предназначалась царственной особи. Все получилось в торопях, кроме вещей, предметов, которые окружали жизнь, быт этого юноши. Так настал час величайшего в жизни Картера и Карнервона триумфа. Они стояли у найденных ими сокровищ, и блеск золота слепил им глаза. Вокруг гробницы царила праздничная суматоха, и только один человек не разделял всеобщего восторга. Глядя на счастливого лорда Карнервона, он заметил, «Не стоит так веселиться, отправляясь в гости к фараону. Быть беде». Известный египтолог Вайгол не раз рассказывал коллегам о том, какие несчастья подстерегают тех, кто легкомысленно открывает двери в таинственный и опасный мир древнего Египта. Он часто напоминал коллегам о судьбе одного британского археолога, вывезшего мумию в Англию. Он лишился руки, его дом сгорел, а любовница утонула. Но предостережение Вайгола всерьез никто не принимал, и никто не обратил внимание на зловещий смысл другого события, произошедшего в этот день. Кобра ужалила любимую канарейку Картера. Как известно, кобра украшала корону фараонов, была одним из символов их божественной власти. Кобра была призвана защищать фараонов после смерти. Никто из находившихся в тот день у гробницы не вспомнил и о другом событии, случившемся на 10 лет раньше. 15 апреля 1912 года. Крупнейший в мире пассажирский пароход «Титаник», столкнувшись с айсбергом, разламывается надвое и идет ко дну. Специалисты называют разные причины катастрофы. Ошибка капитана, конструктивные недостатки, устаревшие правила мореплавания. Никто тогда не обратил внимание на один весьма любопытный факт. В трюме корабля находился груз, адресованный одному из североамериканских музеев. Мумия древнеегипетской прорицательницы, жившей в эпоху Тутанхамона. В ее гробнице было найдено предсказание «Пробудись, и ты восторжествуешь над всеми, кто причинит тебе зло». Три тысячи лет минимум письменной культуры и высочайшей цивилизации. В два раза больше, чем мы. Представьте себе опыт, записанный передающийся поколению. Устные традиции в письменной культуре, в мышлении, контакты с окружающим миром, опыт взаимодействия. Известно, что Моисей, который вывел свой народ из Египта, учился магии у египетских жрецов. 16 февраля 1923 года. К этому дню все великолепные вещи, по праву принадлежащие мумии фараона, были детально описаны, взвешены, измерены и вывезены из гробницы. Золотые и алебастровые сосуды, сундуки, позолоченная мебель, позолоченные колесницы и золотой трон фараона, выложенные драгоценными камнями с изображением Тутанхамона и его супруги. Позднее это изображение назовут величайшим из известных произведений искусства. И еще две статуи царя в полный рост. Эти царственные часовые были облачены в золотые сандалии и золотые передники. Посторонним они грозили золочеными посохами. За ними как раз и находилась третья дверь. На этот раз Картер воспользовался кувалдой. Удары отзывались гулким эхом. Первые звуки после 33 веков гробовой тишины. За дверью стоял огромный позолоченный ковчег фараона. Есть такое представление Ахау. Это срок существования человеческой души. Он измеряется тысячелетиями. Маленький фрагмент этого срока – это человеческая земная жизнь. И когда человек умирает, то он начинает медленно распадаться на 9 составляющих. Это его имя, это его душа, это его забальзамированное тело, это его тень, это его воля и какие-то другие составляющие вещи. Очень важный составляющий элемент – это К. Это энергетический двойник человека, это сила энергии его рода, которая на протяжении низких десятилетий после смерти останется в гробнице. Все участники экспедиции были потрясены. Радость открытия, лихорадка нетерпения, азарт искателей сокровищ – все эти чувства ушли в сторону. Осталось только одно – чувство вины за то, что они вторглись в запретные владения. Гнетущее впечатление усиливали льняные покровы, не спадавшие с внутреннего ковчега. Им казалось, что перед ними восстал призрак усопшего фараона. Молча стояли они у гроба некогда могущественного правителя. Его империя давно перестала существовать, его имя было забыто, но его мумия выглядела торжественно и грозно. Древние египтяне знали, что не бывает мертвых храмов, гробниц или предметов. Все могло стать символом, местом обитания невидимых существ, через сотни и тысячи лет передающих людям свое благословение или свое могущественное проклятие. Их называли хранителями смерти и судьими жизни. И они всегда терпеливо ждут, чтобы проявить свою древнюю суть, когда будут сняты печати. И действительно, археологи, спускаясь в гробницу, ощущали одно и то же странное чувство. Главный инспектор древности в Верхнем Египте Захария Ганейм говорил о том, что гробница обладает индивидуальностью и что погребенный здесь царь все время незримо присутствует. Сам Картер писал об этом ощущении таинственности благоговения перед давно минувшими, но все еще могущественными тайными силами, витающими над гробницей. А вскоре эти тайные силы начали действовать. Они наводили ужас на участников экспедиции, лишали их покоя и сна. Никого не удивляли рассказы о странных звуках, которые были слышны по ночам. Археолог Брестет копировал царские печати, а потом бросил случайный взгляд на лицо одной из фигур часовых, выполненных в виде покойного фараона. Глаза фараона смотрели на него в упор, и его зрачки двигались. Я вам скажу про собственное ощущение, когда я спустилась в гробницу, которую мы раскопали, погребальную камеру, где лежал хозяин этой гробницы. У меня было точно такое же чувство, что я здесь не одна, хотя я там была одна. В подземелье фонарик небольшой, другого света там нет, и полное ощущение, что я здесь не одна. Откуда оно взялось, не знаю. Всегда можно найти разумное объяснение самым необъяснимым фактом. Вот и случай с Брестетом был объяснен изменением влажности и осыпанием краски, которая, попадая в луч фонарика, придавала глазам фигуры часового пугающую жилость. Другие странности, с которыми столкнулись археологи в гробнице, списали на их впечатлительность. Однако спустя 80 лет произошло событие, заставившее пересмотреть поспешно сделанные выводы. Декабрь 2003 года, город Берген, Норвегия. Смотрители местного музея обнаруживают фантастическое явление. В музее выставлены древнеегипетские ушепки, погребальные статуэтки, представляющие слуг в потустороннем мире. Самым загадочным образом статуэтки смещаются в своих стеклянных витринах. Некоторые из них разворачиваются на 90 градусов. Об их перемещении свидетельствуют следы, оставленные на слое пыли. Самое интересное, что перемещаются только подлинные ушепки. Две статуэтки оказались поддельными, и они не сдвинулись ни на миллиметр. Ушепти – это фигурки ответчиков, которые хитрые египтяне клали себе в гробницу. И когда Осирис, бог загробного мира, каждое утро давал урок умершему, что тому надрежало делать в течение дня, то вместо умершего должна была работать вот эта вот фигурка, у шепти, которая вместо него отвечала «Да, я здесь», и весь день работал, в то время как умерший наслаждался другими прелестями загробного царства. Многие считают, что загадочные перемещения древнеегипетских статуэток вызваны действиями тех же сил, что и таинственные явления, с которыми столкнулись археологи в гробнице Тутанхамона. Существует гипотеза, что фараоны и жрецы в древнем Египте владели знаниями, которые недоступны современному человечеству. Проклятие, настигшее разорителей царской гробницы, лишь одно из проявлений могущественной силы древних египтян. В египетских текстах есть очень интересное размышление о человеческом сознании и вообще о процессе обретения какого-либо знания. Есть текст, который говорит о том, что вот есть книга, написанная рукой Бога, и царский сын усваивает эту книгу, и в какой-то момент вдруг он начинает понимать языки животных и птиц. Он видит, как боги перемещаются по вселенной, он видит, какая она вселенная. Золота в гробнице было очень много, но каждый из найденных предметов оценивался не по весу драгоценного металла, а как исключительная историческая и художественная ценность. Сколько денег заплатили за эти находки американские и европейские музеи, до сих пор неизвестно. Зато известно другое. Золото встало между лордом Карнервоном и археологом Говардом Картером. Золото превратило их многолетнюю дружбу в короткую, но яростную вражду. Сначала возникла проблема с монополией на газетную информацию, которую лорд Карнервон отдал известной «Таймс». А потом произошла ссора, приведшая к их разрыву. Конфликт был связан с дележом добычи. Каждый требовал свою долю. Они обменялись самыми язвительными словами, писал очевидец, и Картер в ярости попросил своего старого друга долиться и никогда больше не возвращаться. Тем не менее, открытие гробницы Тутанхамона стало мировой сенсацией. Говард Картер и лорд Карнервон вознеслись на вершину славы. Они вписали золотыми буквами свои имена в историю археологии. Это вызывало зависть коллег. Они нашли кучу золота. Этим были потрясены все остальные люди. То, что испытывает современный человек, глядя на маску Тутанхамона, вот она стоит, 10,5 килограмм золота, лазурит, это восприятие сокровища древности. На ожерелье маски, на спине, выписаны тексты, которые были созданы как минимум лет за 600 до Тутанхамона. Они рассказывают о том, как создать дух царя нетленным. Маска сравнивает разные части тела царя с разными богами, которые должны объединиться в одно предвечное божество. И когда они объединятся, на несколько секунд с предвечным божеством объединится сам царь. И этим моментом он победит смерть. А потом стали происходить странные и страшные события. На участников экспедиции обрушились несчастья. Таинственная и злая сила карала их одного за другим. Первой жертвой этой силы стал лорд Карнервон. Он заболел лихорадкой. Болезнь настигла его внезапно. Некоторое время он еще боролся, но началось воспаление легких. И 5 апреля 1923 года он умер в возрасте 57 лет. Заявления врачей и близких были противоречивы. Одни говорили о воспалившейся ране, а другие об укусе заразного москита, которого лорд якобы всегда боялся. Смерть нашла его в номере гостиницы «Континенталь» в Каире. Перед смертью он будто бы произнес «Я слышу зов пустыни. Он призывает меня». Вот это, кстати, поразительная вещь. И в этот миг отключается электричество во всем Каире. Решили люди все-таки выяснить, ну а что же произошло? Почему этот свет так внезапно исчез и так же внезапно появился? Причину установить не удалось. Для сотен египтян, работавших с Картером на раскопках, никакой загадки в этом трагическом событии не было. В страхе перед местью фараона, перед его проклятием, они побросали лопаты и кирки, отказались от дальнейшей работы. Во всем Египте археолог не смог найти себе новых помощников и вынужден был остановиться. Проклятие фараона. Однако, если на минуту поверить в то, что гробницу действительно охраняют некие высшие силы, то возникает закономерный вопрос. Почему кара небес обрушилась только на осквернителей одной единственной гробницы? Ведь Египет можно назвать страной разграбленных гробниц. Гробокопательство в Египте – древнее ремесло, доходный промысел. Иногда грабители попадали в руки правосудия, но никто никогда не слышал, чтобы на воров обрушивались злые духи. Проклятие фараона? Допустим. Но почему быстрокрылая смерть пощадила главного нарушителя покоя Тутанхамона – Говарда Картера? Он умер спустя много лет, в почтенном возрасте, естественной смертью. Если существует тайна, она никогда не иссякнет, потому что люди любят делать тайны. Без тайн, без таинства, жизни, смерти и между ними обойтись. А здесь сам Бог велел. Смотрите, сколько людей, причастных к открытию этому совершенно уникальному, погибают. Мне казалось, чтобы окончательно вот так вот навесить на этого несчастного молодого человека, фараона, такой груз вины перед нами, нашими современниками, которые открывали гробницу, нужно тщательно каждый момент проверять. 2008 год. Египет. Сканирование мумии Тутанхамона опровергло версию о насильственной смерти этого фараона. Специалисты установили, что юный царь умер от гангрены, вызванной переломом ноги. Когда-то Говард Картер сказал о нем, единственным примечательным событием его жизни было то, что он умер и был похоронен. Ученые установили, что Тутанхамон умирал медленной и мучительной смертью. За стенами его покоев шла ожесточенная борьба за двойную корону владыки Верхнего и Нижнего Египта. Он знал, что его душе предстоит долгое путешествие по лабиринтам подземного царства. Он горько сожалел, что не успел возвести себе достойную гробницу. Он был очень юн, но он был фараоном. И поэтому каждое утро открывались двери его покоев, и Верховный жрец припадал к его ногам, целовал левую ступню во имя бога Амона, а правую во имя бога Ра. Тутанхамон слушал слова жреца. Он вникал в их божественную суть. «О, великий фараон, при звуке твоего имени из гор выступает золото! Твое имя прославлено во всех землях! Ты восседаешь на своем двойном престоле среди людей, в то время как твой отец Ра восседает на небесах!» А потом они долго рассматривали драгоценные амулеты, которые ему предстояло взять с собой в долгий путь, и произносили слова заклинаний, смысл и суть которых нам неизвестны. «Я думаю, что предрассудки у нас, что мы не верим в магию. Во-первых, существует магия слова. Об этом хорошо в Библии сказано. Но задолго до этого это сказали египтяне. По одной из их версий мир был создан словом. Вещи назывались, и после этого только начинали существовать. Без магии, наверное, нельзя было и дня прожить. Например, медицина Египта считалась лучшей. К дворам персидских иных царей приглашали египетских врачей. Трактаты сохранились удивительные. Целый ряд болезней, которые нас бы сейчас устрашили, связанные с падением, с переломами костей, черепа, у них считались, в общем, подлежащими лечениям. Но ничего в Египте не делалось в плане медицины без магии». После смерти Карнарвона Картер продолжает свою работу. Мумию перевозят в Каирский музей. Транспортировкой руководит помощник Картера Артур Мейс. Человек, который первым сломал двери у сопальницы. Через несколько месяцев по приезде в Каир он тоже скончается, в той же гостинице, где и лорд Карнарвон. Он пожалуется на усталость, затем впадет в кому и умрет, не успев передать врачам своих ощущений. Диагноз врачи поставить ему не смогли. Затем настает черед медика Арчибальда Дугласа Рейда. Он разоблачал мумию от бинтов и делал рентгеноскопию останков. Его тело нашли на окраине Каира без внешних повреждений. Очевидцы рассказывали, что на его лице застыло странное выражение одновременно радости и ужаса. От странных болезней скончались посетивший гробницу американский миллионер Джордж Джей Голд и египтолог Джордж Бенедит. Несколько человек, участвовавших в раскопках, покончили жизнь самоубийством. В сентябре 1923-го скоропостижно скончался после удаления зуба младший брат Карнарвона. Секретарь лорда Ричард Беттл неожиданно умер от коронарного тромбона, а его отец выбросился из окна. Одним из первых посетителей гробницы был египетский принц Али Гамальфа Мибей. Он был убит собственной женой. Страх объял Англию, написала в те дни одна из британских газет. Случайна ли эта цепочка смертей? Есть ли между ними связь? Споры не прекращаются до наших дней. Сам Картер таинственную гибель своих коллег объяснял случайным совпадением. Однако можно ли поверить, что гибель одного за другим 21 ученого, исследовавших вместе с ним гробницу, роковое стечение обстоятельств? Едва ли? Давайте посмотрим с точки зрения менталитета вообще всех народов. Хорошо ворошить умершего, трогать его. Тело ждет, когда вернется к нему душа. Тело ждет страшного суда. Это во всех религиях неважно. Говорим мы о христианстве, мусуманстве, иудаизме. Везде. Буддизм везде. Везде одно. Идея воскрешения. И не надо трогаться. Это осуждается всеми религиями. Наверное, не случайно. Трагические события, связанные с проклятием фараона, требовали разумного объяснения. И вскоре ученые предложили свои версии. Некоторые из них высказали мнение, что причиной смерти стали неизвестные науки возбудители болезней, в частности вирусы, которые обладают поразительной живучестью. Об этой гипотезе вспомнили, когда аналогичный случай произошел в Польше. В 1973 году 14 польских ученых участвовали во вскрытии гробницы короля Казимира IV. В живых осталось только двое. Остальные умерли от легочных заболеваний или от общей интоксикации организма. В результате анализа в саркофаге были обнаружены не только неизвестные бактерии, но и один особенно агрессивный микроб. Этот же микроб был обнаружен в тканях тела Казимира IV, а позже во многих египетских мумиях. Латинское название этого вируса — аспергилус клавус, и он обладает способностью прожить сотни лет под землей без доступа воздуха. У нас сейчас других вирусов достаточно, не связанных вовсе с гробницей Тутмахамона. Разные вирусы, которыми мы заражены в силу скорости нашей жизни и обязательно с выходом на то, как было в древности. А из древности выхватываются, естественно, уникальные случаи — вот этот самый вирус. Там же очень много было предметов, органики, перья, ткани, которые грибком пошли. И все это можно сейчас увидеть, правда, на объектах из других равниц в Каирском музее, где грибок поедает многие вещи, и камень тоже. Другую версию выдвинули египетские ученые. Случайно проходя со счетчиком радиоактивности по галерее мумий в Каирском музее, профессор медицины из Каирского университета Сейн Мухаммед Сабет обнаружил, что счетчик регистрирует резкое повышение уровня радиации. Исследование мумий показало, что они являются источниками радиоактивности. Ученые-атомщики подтвердили, что необъяснимая слабость и нарушение мозговой деятельности, которой страдали многие исследователи пирамид. Следствие воздействия радиации. Урановая руда в Египте есть. Стало быть, жрецы использовали уран как средство защиты мумий от грабителей? То есть три тысячи лет назад в Египте уже знали о смертоносных лучах. Ученые обратили внимание и на то, с какой тщательностью была укрыта мумия Тутанхамона. Гробы были выдолблены из колод ценных пород дерева. Три футляра, один помещался в другом. Все щели были тщательно заделаны смоляной лентой. Вся эта герметичная упаковка была размещена в саркофаге, который, в свою очередь, был установлен в ковчег, и все это замуровано в глубоком подземном склепе. Как знать, может быть, страх перед небывалым мором заставил их так тщательно укрыть мумию фараона? Но какую болезнь египетские медики прятали в глубокой могиле фараона? Может быть, это был СПИД? Ученые, выдвинувшие эту гипотезу, опираются на симптомы болезни лорда Карнервона и некоторых других жертв проклятия. Карнервону врачи поставили диагноз «двустороннее воспаление легких». Это характерно для СПИДа и часто приводит к летальному исходу. Такая версия объясняет и загадочный факт смерти родного брата лорда и медсестры, дежуривших у постели умирающего. Они не имели никакого отношения к раскопкам, но разделили трагическую судьбу их участников. Но может ли прожить вирус СПИДа 33 века и не потерять свои силы? Современная наука дает положительный ответ. Почему так категорически требовал Бог в Ветхом Завете уничтожения некоторых городов? Например, Содома и Гаморры. Вот только сейчас мы приближаемся к разгадке этой проблемы, когда выявлен был вирус СПИДа. Эти города, учитывая их тогдашний образ жизни, должны были быть его рассадниками. Учитывая, что при определенной ориентации способствует СПИДу, в этих городах она преобладала. Они хотели познать ангелов. В сущности говоря, СПИД, это то, что до последнего времени считалось естественной смертью. Возможно, что это всегда и был синдром иммунодефицита. Если предположить, что человек должен был жить гораздо дольше, а может и вообще он не запрограммирован на смерть. Значит, все-таки проклятие фараона не что иное, как болезнь, вызванная неизвестными микроорганизмами, вирусами или радиацией. А возможно и совокупностью этих факторов. Возможно. Однако есть факты, заставляющие усомниться во всех этих научных версиях. Известно, что климат и религия дополняют друг друга. В лишенной деревьях в стране вроде Египта кремация в массовом масштабе была непрактична. Дров явно было недостаточно. Обычное захоронение тоже было отвергнуто еще на самой заре египетской истории. Нил, ежегодно разливаясь, поднимал бы трупы из песка. Это привлекло бы шакалов, а вместе с ними и чуму. Но чумы Египет не знал. И был обязан этим искусству бальзамирования. Сколько трупов превратили в мумии искусные руки бальзамировщиков за прошедшие тысячелетия? Наука дает лишь приблизительный ответ. Но эта цифра поразительна. Около 800 миллионов. 800 миллионов мумий, многие из которых содержат возбудители страшных болезней или радиоактивные, или несут еще какую-то неизвестную науке угрозу. И если это так, то человечество давно бы погибло, едва коснувшись египетских могил. Как и вокруг любого грандиозного археологического открытия, вокруг гробницы Танхамона, конечно, очень много всяких гипотез и легенд. Но зачастую, но все же под этими легендами стоит какой-то такой ажиотаж, попытка найти тайну. А отнюдь не попытка исследовать материалы, его как-то интерпретировать. Вот из того, что обычно перечисляют, грибки, какие-то бациллы, какой-либо текст проклятия, ничего конкретного археологического памятника либо анализа микробиологического, подтверждающего эти гипотезы, на данный момент нет. Говард Картер и лорд Карнервон были далеко не первыми, кто копался в египетских гробницах в поисках сокровищ. Задолго до них персы, греки, риблине, арабы, турки и европейцы тоже искали на берегах Нила мумии. В 18 веке толченые мумии были столь же популярным медицинским средством, как ныне аспирин. В 19 веке предприимчивые торговцы обнаружили, что мумии можно выгодно продавать на удобрение в качестве костной муки. Практичные янки нашли мумиям другое применение. Огромные тюки с прахом древних египтян набивались в корабельные трюмы, их ввезли в Америку, где погребальные бинты перерабатывались в оберточную бумагу, а трупы шли на удобрение. И все это на промышленной основе, в гигантских масштабах, и никто не заболел неизвестной болезнью, никто не умер. Выходит, что только в одной единственной мумии фараона Тутанхамона и содержались и ядовитые грибки, и опасные микробы, и смертельная радиация в одной из 800 миллионов. Этого просто не может быть. Огромное количество и есть в Каире госпиталь Касар-Эляйни, который принимает те мумии, которые не попадают в Каирский музей. Там хранятся руки, ноги, бедра, головы царей и цариц, которые были найдены, например, в разоренных саркофагах внутри погребальных камер под их пирамидами либо в их скальных гробницах. Там лежат сотни тысяч безымянных египтян. Вспомним огромное количество мумий, которые были вывезены в Европу. В любом уважающем себя собрании, даже провинциального российского, предположим, музея есть мумии. Прекрасные мумии из Казани, в Воронеже и так далее. То есть мы можем себе представить, сколько огромный объем. 1929 год, Египет. Список жертв проклятия пополняется еще одним именем. Умирает леди Карнервон. Причина смерти – укус насекомого. Точно так же погиб ее муж. Весь мир потрясен этим зловещим совпадением. И тут же от лихорадки умирает Артур Уайгл, предостерегавший лорда Карнервона. Он стал жертвой проклятия под номером 21. Еще одна смерть. Еще один вопрос, требующий ответа. Много раз ученым казалось, что они нашли простое, ясное и логичное объяснение проклятию фараона. Разгадали загадку стольких смертей и несчастий, поразивших людей, связанных с потревоженной гробницей. И каждый раз находилось такое же логичное опровержение их гипотез. Но наука и сегодня не оставляет попыток раскрыть тайну гробницы Тутанхамона. Очень скоро мумию подвергнут анализу ДНК, Как знать, не ожидают ли нас открытия совершенно другого рода? Не прольют ли они свет на другие загадки? Ведь фараоны считались богами, пришедшими с небес. В мировоззрении древних египтян космос, звезды, солнце играли главенствующую роль. Так кто же он, этот юноша с таким пронзительным взглядом? Откуда он взялся? Почему получил такую власть над миллионами людей? Почему его проклятие действует до сих пор? Почему его череп имеет такую странную форму? Своеобразная форма черепа была у его предшественника, у царицы Нефертити, у всей этой семьи. По этому поводу, конечно, сейчас нужны современные исследования. Но никакой здесь болезни или водянки мозга, которая приписывалась этому семейству, безусловно, нет. Это доказано давно. Но мы очень мало знаем о тех мирах. Наверное, не надо торопиться называть все это фантазией. Понятие космос существовало для них. Был мир земной, был мир космический. Там звезды – это души богов. Каждая звезда соединялась с определенным богом. Все это было. Вифлеемская звезда была хорошо известна еще и в Древнем Египте, которая восходила в определенное время, ярко сияла и указывала путь. Это была звезда Осириса. Легенда о проклятии фараона родилась сразу же после смерти лорда Карнервона. И каждый год предпринимались попытки как-то объяснить череду трагических событий, связанных с гробницей Тутанхамона. Некоторые исследователи обратили внимание на ряд странных обстоятельств, сопутствующих самим раскопкам. Еще до начала работ Картер утверждал, что он ищет гробницу Тутанхамона. Но никто из археологов не разделял уверенности Картера, что его гробница сохранилась. Когда склеп фараона был вскрыт, в научном мире заговорили о гениальном предвидении ученого. Но было ли это предвидением? Или что-то другое питало фанатичную уверенность Картера в успехе экспедиции? Он был уверен, что найдет не просто захоронение фараона, а гробницу, полную сокровищ. И это при том, что все гробницы в Египте к этому времени были давно разграблены. Кроме того, ученые были крайне удивлены малыми размерами гробницы и ее планировкой. Ее тесные помещения были буквально забиты предметами, которые должны были скрасить пребывание фараона в загробном мире. Обычно фараоны строили свои погребальные покои с царственным размахом. В гробнице, пригодной для мелкого египетского чиновника, лежит мумия самого фараона. Как это можно объяснить? Известно и то, что именно Картер затягивал сроки раскопок. Он не давал своим коллегам скрывать запечатанные двери и заставлял их с ненужной тщательностью изучать уже найденное, хотя это легче было сделать в лабораторных условиях, а не на месте. Для вывоза найденных ценностей он построил к гробнице узкоколейную железную дорогу. Зачем? Предметов было не так уж много, гораздо дешевле их было вывести другим способом. Немало странностей можно заметить и в самой гробнице. В ней были обнаружены следы гробителей, но почему они ничего не взяли? Почему, проникнув в погребальную камеру, они не вскрыли обшитый золотом деревянный саркофаг? Сама гробница Танхамон, она была потревожена дважды. В буквально первые годы после погребения. Ей повезло. Дважды стража некрополя явно спугнула грабителей, вплоть до того, что в первом коридоре был найден узел из ткани с завязанными царскими перстнями. И еще какие-то разбросанные предметы. Все эти разрозненные факты, множество поразительных нестыковок, по мнению авторов криминальной версии, могли обрести логику и смысл, только если задать себе один вопрос. А был ли на самом деле этот золотой мальчик? Существовал ли Тутанхамон? Или он плод фантазии предприимчивого археолога? Так родилась версия грандиозной фальсификации, на которую якобы решился Картер. Будто бы он сам на протяжении пяти лет загружал гробницу всеми этими бесценными предметами, изготовленными по его заказу египетскими ремесленниками. И будто потом, боясь разоблачения, убил лорда Карнервона и всех остальных. Но точно известно, что все предметы в гробнице подлинны. И все фрески настоящие. И мумия принадлежит Тутанхамону. И Говард Картер – великий археолог, а вовсе не убийца. А еще известно, что ссора археолога и его спонсора была связана с дальнейшей судьбой мумий и принадлежащих ей сокровищ. Картер настаивал на том, чтобы все осталось в Египте. А Карнервон требовал все вывести и поделить. Если предположить, что проклятие действует не слепо, а расчетливо и избирательно, если карается не само действие, а намерение, мотив, то становится понятно, почему Картер не стал его жертвой. Он открыл Тутанхамона миру. Он сохранил его имя для истории. А Карнервон стремился лишь поживиться за счет фараона. Археологи для того, чтобы финансировать свои экспедиции, а экспедиции в Египте очень дорогостоящие, вынуждены копать не то, что им нравится, а то, что хотят их спонсоры. А спонсоры, будучи простыми людьми, хотят, чтобы их имя звучало рядом с открытием величайших сокровищ. Все попытки найти разумное объяснение загадки проклятия фараона неизбежно заводили в тупик. И если кому-то вдруг казалось, что он разгадал эту тайну, то тут же вмешивалась судьба и отвергала возникшую идею. Так случилось с доктором биологии Каирского университета из Эдином Таха в 1962 году. Он обнаружил в мумии новый грибок, а через неделю после заявления о своем открытии погиб в автокатастрофе. Может быть, был прав знаменитый американский писатель Норман Мейлер, утверждавший, что тот, кто пытается разгадать загадку проклятия, сам попадает под ее действие. С годами страсти погребницы немного улеглись, но проклятие продолжало действовать. Мохаммед Ибрагим, директор археологического ведомства Египта, в 1966 году был сбит машиной. Его преемник Гамаль Нехрес в 1972 году умер от сердечной недостаточности после того, как отправил золото фараонов на выставку в Лондон. Пилот Рик Лоури, перевозивший маску Тутанхамона в Англию, умер от инфаркта. Шесть преступников в 1978 году пытались выкрасть из Каирского музея посмертную маску Тутанхамона. Двое внезапно умерли еще до суда, трое в тюрьме, а шестого, который вышел на свободу, нашли в Каирском отеле, в луже крови с разодранным ртом. Там находятся предметы, на которых начертана рекомендация не трогать этих вещей, если жизнь дорога. Если помнить, что эти помещения опечатаны, и света там никакого нет, спрашивается, для кого они написаны. Надо, наверное, помнить, что в древнем Египте многие теперь в это верят, что слово заключает в себе магическую силу, энергию. Так значит, все-таки это проклятие? История, культура и быт древнего Египта подтверждают именно эту версию. Проклятие – магический акт, а Египет был родиной магии. Обряды, заклинания, проклятия были частью культуры, образа жизни египтян. Тысячелетиями оттачивалось мастерство египетских чародеев. Никаких сомнений в реальности и действенности магических чар у египтян не было. Напротив, повседневная жизнь постоянно демонстрировала могучую силу магических заклинаний. Все предметы, все изображения, все драгоценности, найденные в гробнице Тутанхамона, наполнены магическим смыслом. В ней не было ни одной случайной вещицы. Все это, вместе с точным обрядом погребения, со всеми произнесенными словами и совершенными действиями, складывалось в единственно возможную комбинацию, ведущую человека в жизнь после смерти. Николас Ривз, самый авторитетный британский египтолог, считает, что без новых находок мы не сможем разгадать эту головоломку. Нам не хватает 90% частей и нет картинки-подсказки с рисунком, по которому ее надо собирать. А история неохотно открывает перед нами свои самые древние страницы. Каждая находка, сделанная в Египте, каждое новое археологическое открытие задают больше вопросов, чем дают ответов. Тайн не становится меньше. Проклятие фараона. Продолжает ли оно действовать? Никто не знает точно, но люди уже остерегаются бесцеремонностью в обращении с древнеегипетскими богами и царями. Случай мне его рассказал один журналист, который работал переводчиком при строительстве Ассанской плотины. Он сказал, что один из наших рабочих, из тех, кто работал так, хотел привезти в Москву мумию крокодила. Но все говорили, не надо. Но он ее все-таки купил и повез. Сел в самолет, самолет упал. Вот вы можете считать это случайностью. Проклятьем ли фараона? Со времен фараона Тутанхамона прошло 3000 лет. Мир изменился. Мы свысока смотрим на древних египтян, живших без электричества, без машин, без станков, без компьютеров и телефонов. Но законы физики – секреты технологий. Все ли это знания, которыми может владеть человек? Может быть, древние египтяне что-то такое знали о мире, чего пока не знаем все мы? 2008 год, Великобритания. Археологическое сообщество взбудоражено сенсационным сообщением. Наследники лорда Карнервона обнаружили в его замке тайную комнату, наполненную древними артефактами. Что именно найдено, пока неизвестно. Если это сокровище из гробницы Тутанхамона, то, может быть, очень скоро эта находка даст нам возможность убедиться, что проклятие фараона все еще действует? Или даст нам новый шанс разгадать, наконец, тайну, с которой связывают гибель людей, так или иначе не внявших грозному предостережению стражей смерти? Смерть на своих крыльях придет к тому, кто потревожит покой фараона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова